О лучшем игроке, чтобы вы играли правильно в понимании. На многих турнирах такая традиция. Лучшего приз ждет в каждой команде. Приз хочется всем и играет амбиции. Решение тренера трудно, по правде. Не все понимают, порой обижаются. Ведь тоже не хуже и точно стараются. И время пришло объяснить для девчат и ребят. Приз лучший игрок на мой тренерский взгляд. Что такое лучший игрок? Он для каждого тренера свой. Одного за очки пошел, а другого за труд над собой. За прогресс, перспективу, надежность. За принятие быстрых решений. За техническую оснащенность. За терпение, волю к победе. За активность, игру в нападении. За защиту, борьбу и подбор. Приз один. Только много критериев. И у каждого тренера свой. Поэтому не только кто за ним, больше всех тот лучший. Но у каждого тренера свой критерий в том числе. И организаторы помогают выбирать лучшего игрока. Так что я думаю, что мы вам сейчас разъяснили, что такое лучший игрок. Ну и хочется сказать так, что... Конечно, не все команды сегодня выиграли. Кто-то потерпел поражение сегодня. И вот хотелось немножко на тему поражения поразмышлять. Без поражения страшных и нелепых. Победа не приходит. Надо знать. Кто научился выписать из пепла, готов к победе и достоин побеждать. Победе надо выстрадать душою. Она должна быть добрая и большою. Вмещать в себя проблемы и ошибки. А возвращать надежду и умыть тех. И перемалывать обиды, гнев, страдания на опыт, мудрость и взаимопонимание. Так что каждое поражение ведет вас к следующей победе. И мы вместе с вами все победители. Итак, друзья. Мы начинаем церемонию закрытия турнира «Быстрый проект мини-бастер». Среди команд девушек и юноши 2011 года рождения. В течение трех дней мы были свидетелями интересных баскетбольных матчей. Позади минуты напряженной борьбы за почет на право назваться победителем. Перед началом церемонии позвольте выразить глубокую благодарность за организацию и проведение турнира Федерации баскетбола города Москвы, Российской Федерации баскетбола и ее проекту фестивалю «Мини-баскет», которые в этом сезоне стали партнерами нашего турнира. А сейчас мы приступаем к награждению победителей конкурса среди девушек. В конкурсе «Жонглеры» победу одержала Ляйсан Шарипова, номер 97-й, уровень 4, Нос-Банк. В конкурсе «Жонглеры» победителем стала Дарья Челак, номер 15-й, спортивная школа Олимпийского резерва города Натищин. В конкурсе «Снайперы» победителем стала Арина Григоревская, уровень 4, Нос-Банк. В конкурсе «Баскетбольный ассортир» победу одержала Варвара Савенкова, номер 71-й, уровень 4, Москва. Прошу прощения Савенкова. В конкурсе «Американка» победу одержала Кристина Харагезова, номер 9-й, из команды «Ростов-на-Дону». Команда уже уехала, игрок забрал свой приз с собой. И в конкурсе «Базер-битер» победу одержала Екатерина Карпунина, номер 33-й, уровень 4, Москва. Поздравляем, девчонки! Что для лучшего докажи труд, терпение ножи! Спасибо, девочки! Возвращайтесь к стране командов, и мы переходим к предрождению победителей конкурса у мальчишек. В конкурсе «Жанглёры» победу одержал Захар Полятин, номер 5-й, детский милышский баскетбольный клуб «Обрис». В конкурсе «Жанглёры» победителем стал Кирилл Виксеев, номер 16-й, из команды «Санкт-Петербурга». Команда уехала, победитель получил свой приз. В конкурсе «Снайперы» победу одержал Станислав Порядков, номер 12-й, детский милышский баскетбольный клуб «Обрис». В конкурсе «Баскетбольный ассорти» победителем стал Богдан Гентимуров, номер 8-й. В конкурсе «Американка» победу одержал номер 14-й, Артём Пыльев. Оба игрока из команды спортивной школы Олимпийского резерва у Васильостровского района. Команда уехала, победители забрали свои призы. И в конкурсе «Базер Питер» победу одержал Мак Пирида Штоп, номер 5-й. И спортивной школы Олимпийского резерва номер 1, город Кимкин. Аплодисменты! Лучшим игрокам конкурсов! В ходе борьбы в каждой команде определился лидер. И мы хотели бы представить вам и наградить лучших игроков команд. Начнем с девчонок. Лучшим игроком команды детско-юношеской спортивной школы номер 7, города Ростов-на-Дону. Признана Наталья Науменко, номер 13-й. Команда уехала, лучший игрок забрал свой приз. Лучшим игроком команды спортивной школы Олимпийского резерва Тринта, город Москва, стала Анастасия Чабан, номер 33-й. Тринта также уже уехали, лучший игрок забрал свой приз. В команде спортивной школы Олимпийского резерва Твериатеская 2. Лучшим игроком признана София Салкаткина, номер 47-й. Команда спортивной... Останься, пожалуйста. Останься здесь. София, останься, пожалуйста, здесь. В команде спортивной школы номер 10, города Набережной Челны, лучшим игроком признана Елизавета Пашина, номер 92-й. Команда Лжургесова игрок забрал свой приз с собой. В команде спортивной школы Олимпийского резерва Тимирязевская, лучшим игроком стала Парина Орлова, номер 9-й. В спортивной школе Олимпийского резерва Богородского округа города Ногинска, лучшим игроком признана Кира Игумина, номер 91-й. В команде спортивной школы Олимпийского резерва города Мутища, лучшим игроком стала Дарья Челак, номер 15-й. И в команде училища Олимпийского резерва номер 4, лучшим игроком стала Екатерина Морозова, номер 9-й. Поздравляем девчонок, общего года. Спасибо, девчонки, поздравляем вас. И мы переходим к награждению лучших игроков среди команд юноши 2011 года рождения. Лучшим игроком команды спортивной школы города Риотова признан Андрей Танко, номер 7-й. Лучшим игроком команды спортивной школы Олимпийского резерва Гальянова стал Григорий Карымов, номер 13-й. Лучшим игроком команды детства юношеского баскетбольного клуба «Опнинс» признан Тимофей Дементьев, номер 23-й. Копекан команды. Команды баскетбольного клуба «Лопнинс» лучшим игроком признан Максим Лесняк, номер 99-й. Команды спортивной школы номер 1 города Дзержинска лучшим игроком стал Кирилл Бородулей. Команда уехала, игрок забрал свой приз с собой. Лучшим игроком спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 у юноши 2013 года рождения из города Химкин признан Дмитрий Осеев, номер 3-й. Команда спортивной школы Олимпийского резерва ЦСКА стал Бансович Фёдор, номер 49-й. И в команде спортивной школы Олимпийского резерва Васильостровского района из Санкт-Петербурга признан Евгений Яскунов, номер 24-й. Команда уехала. Пожелание лучшего игрока терпеть, трудиться, преодолевать, отлично учиться и играть. Молодцы, и ребята, и девчонки. Дорогие друзья, за звание победителя сражались спортсмены среди девушек и юношек 2011 года. И сейчас мы приступим к награждению участников, не занявших призовые места. В результате упорной борьбы среди команд девушек 2011 года рождения места распределились следующим образом. Восьмое место на турнире быстрый прорыв мини-баскет занимает команда спортивной школы Олимпийского резерва Тимирязевская 2, город Москва. И тренеры команды Иванова Галина и Литковская Ирина. И наше пожелание всем участникам, получающим памятные муни-баскет турнира «Быстрый парадик». Нас всех сейчас объединить и всех турнир «Быстрый парадик». Да, есть и все, кто победил, но есть кто проиграл. И пусть научит нас играть, команду уважать, в себе уверены быть, дружить и побеждать. Друзья, подскажите, пожалуйста, к своей команде. Галина Иванова приглашается на награждение. Галина Иванова Гал так проходите а остальные запоминают построение чтоб поток они тратили на это время чуть-чуть ближе к баннеру ближе к баннеру два шага назад и пока команда делает свою фото раз, два, три, замры и все разрешаются игрокам парада присесть на пол можно только не разводиться, а прифинка пусть ножки отдыхают итак, седьмое место на турнире «Быстрый прорыв» занимает команда спортивной школы номер 9 из города Набережные Челны и тренер команды Олеся Викторикова команда уже уехала игроки получили свои награды шестое место занимает команда детской и юношеской спортивной школы номер 7 из города Ростов-на-Дону и тренеры команды Марина Попова и Галина Казимова команда уже уехали ранее и забрали свои награды с собой пятое место на турнире «Быстрый прорыв» заняла команда спортивная школа Олимпийского резерва «Тринта» девушки 2012 года и тренер команды Наталья Чукова команда также уже уехала получила медали и четвертое место на турнире «Быстрый прорыв» занимает команда спортивная школа Олимпийского резерва Богородского округа из города Нагинска и тренер команды Светлана Хусаринова приглашаем команду для награждения медалями участников «Быстрого» «Быстрый прорыв» Каверард – свои беру АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь мы переходим к награждению участников, не занявших призовые места среди команд юношей для 2011 года рождения. Восьмое место на турнире «Быстрый прорыв» мини-баскет занимает команда спортивной школы города Реутово и трех команды Ольга Степанова. Приглашаем команду для награждения. Проходите, ребята. Ребята молодцы, они прийдете от команды. Тренируются они еще очень немного, в отличие от других команд. Чуть меньше двух лет, у них все еще победит. А пока, ребята, я знаю, поднимите руку, кто уже участвовал в прошлом сезоне в турнире «Быстрый прорыв». Поднимите руки, кто участвовал. Все, видите, какой большой футболист посвозил. Сегодня мы с вами, в смысле, сегодня мы открыли новый сезон. Перестраиваемся для фото. Прибросимся к участникам еще немножечко потерпеть. Потому что мы прекрасно все понимаем. Всех минута своя слава рядом с вами. Итак, седьмое место занимает команда спортивной школы Реутовского резерва Гальвенова в городе Росква. И премьер-команду Руслан Сальяков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И команда перестраиваются для фото. Аплодисменты участникам турнира по препаратам Бахет. Спасибо школе Олимпийского резерва Бараяна. Гаянова вперед, как напитано на вашем поводу. Спасибо. Мальчишки можете лучше. Спасибо. Шестое место на турнире «Быстрый прорыв» занимает команда детской минушеского баскетбольного клуба «Огнесс». И тренер команды Кирилл Тангадир, помощник тренера Виктор Дементьев. И я хочу сказать и отметить, что эта команда наполовину состоит в игроков 2012 года и есть даже в игроков 2013 года. Перед всем игроков 2011 года. Так что, ребята, многие бились, старались, показывали хорошую игру. «Быстрый прорыв» 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 Конечно, в спорте важен результат, но в жизни все-таки важнее еще и мое. Труд вложен и развитый команд, и непрестанная работа над собою. Делайте лучше, любимую игру с мячом. У нас вообще-то продолжается фанат. Аплодисменты команды бахтитового клуба Лобнина. Драссовый клуб Лобнина со стороны. Четвертое место на турнире «Быстрый прорез» заняла команду спортивной школы номер один имени Эдуарда Алексеевича Папертева из города Дзержинска и тренера команды Вера Абрамова и Елена Слезкина. Команда уже уехала, все ребята получили свои награды. А теперь мы перейдем к награждению призеров и победителей. И начнем. И просьба команды встать. Мы награждаем призеров и победителей. И построиться красиво. И начнем мы с девчонок. Бронжевыми медалями и кубком за третье место награждается команда спортивной школы Олимпийского резерва Тимирязевская, город Москва. И тренеры команды Краина Иванова и Виталий Левковская. Краина Иванова и Виталий Левковская. Краина Иванова и Виталий Левковская. Девчонки, перестройтесь за фото. Краина Иванова и Виталий Левковская. Спасибо. С днем рождения с серебряными медалями и кубком за второе место приглашается команда спортивной школы Олимпийского резерва «Мытищи» и тренер команды Валерия Мироновой. Олимпийский резерва «Мытищи» и тренер команды Валерия Мироновой. Олимпийский резерва «Мытищи» и тренер команды Валерия Мироновой. Олимпийский резерва «Мытищи» и тренер команды Валерии Мироновой. Аплодисменты серебряным прегионом и победителем турнира «Быстрый правильный мини-баски» среди команд девушек 2011 года рождения. Становится команда училища Олимпийского резерва номер 4 имени Александра Яковлевича Гоменского «Маст-2». И тренер команды Ирина Масалова приглашаем игроков для награждения золотыми медалями и кубком победителя. Аплодисменты серебряным прегионом и победителем. Победили? Дальше идите. Труд, терпение, силы, маженство. Будьте вовремя. Быстро мыслите и уверены в себе. Отрабатывайте в защите. Прибавляйтесь в каждом игре. До конца волнуйтесь и играйте. Перед трудностями не отступайте. И учитесь справляться с первыми. Ясно снова хотеть быть первыми. Поздравляем, девчонки! Капитана команды получаются кубок победителя. Аплодисменты. И общие сходы команды. Команды руководить наступят к международному классу Ирина Масалова. И просим всем еще немного терпения. И теперь мы перейдем к награждению принцеров и победителей среди команд юношей. Третье место на турнире «Быстрый прорыв» занимает команда спортсменной школы Олимпийского резерва номер один из города Химкин. Юноша 2012 года рождения. И тренеры команды. Владимир Трунов и Иван Гудеев. Команда награждается бронзовыми медалями. И наше пожелание бронзовым тренерам. Желаем силу успевать, требоваться, учиться, играть. Стремиться, учиться, уверенности, надежными быть в жизни и в игре. Их хорошо мы поиграли, нои надежными в мире. Продолжение следует... Приятно may! Холодец! Продолжение следует. Уже и в постройках с đã. Д nied CG- 16. Листы звук- 16. В ленное обзор со прибл positive с Дени Просим капитана команды принять кубок за третье место. На заднюю кубок получает кубок. Ну что, аплодисменты. Ребята, нам уже надо всех. А бронзу взяли на этом команде. Хочу усните, что они успели по 2012 году в первой серии взять еще и золото. Но уже после не возраста. Спасибо. Для награждения серебряными металями и кубком за второе место приглашается команда спортивной школы Олимпийского резерва ЦСКА, город Москва. И тренер команды. Никита Даниленко. Главный тренер команды Вячеслав Тодорченко не смог присутствовать на турнире. Терпение и труд. Немножечко таланта на этих трех столбах и держится таланта. И пусть тут мир поможет вам техничнее и лучше стать. Играть красиво и без травм. Ну и, конечно, побеждать все впереди. Попробуем. Аплодисменты Проствинуте капитана команды принять кубок за второе место. Арсений Махновский получает сумма А подразделение в команде ЦСКА И пока, ребята, для нашего форта Посвящение всем участникам турнира Бесной правительственной баски Ее величество играет Кому строга, кому добра И я вам всем сегодня пожелала Что с праздником для вас игра быть не перестала Баскидок лучший нас в ручок И победителем турнира Быстро прорезь мини-баски Среди команд юношей 2011 года рождения Стала команда спортивной школы Олимпийского резерва Василиостровского района Из города Санкт-Петербурга И тренер команды Игорь Паходня Команда уехала Уже игроки забрали Медали и кубок за первое место с собой Внимание Прошу построиться все команды Парад смирно Парад смирно Равнение на флаг Звучит гимн Российской Федерации Равнение на флаг Парад смирно Парад смирно Парад смирно Медали и кубок за первое место с собой Продолжение следует... 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 Продолжение следует...